Желаю здоровья, уважаемые украинцы! Сегодня мы имеем важное решение международной юстиции по делу, по которому есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Глава государства террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении, в депортации украинских детей, незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства террориста. В уголовных производствах, которые расследуются нашими правоохранительными органами, уже зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантам украинских детей. Но реальное, полное количество депортированных может быть значительно больше. Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства террориста. Разлучать детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, скрывать детей на территории России, расселять по отдаленным регионам. Все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло, которое начинается именно с первого должностного лица этого государства. Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость. Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных. Пока удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которых вывезли силой, выкрали из Украины. Очевидно, что мы должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации, от руководителя, государства террориста до всех исполнителей. Провел сегодня заседание Ставки. Основное внимание. Боям на Донбассе. Авдеевка, Бахмут, Углидар, Марьенко, Белогоровка. Основное внимание. Нашим воинам. Тому, как поддержать наши бригады. Как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты. Как всегда докладывали главком, разведка, командующие направлений. Руководитель Хортицы, генерал Сырский. Руководитель Таврии, генерал Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе. И я благодарю каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера. Всех, кто действует на передовой. Всех, кто своей выдержкой и храбростью держит реальную оборону. Благодарю за стойкость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонных операций, для дальнейших активных действий. Хочу сегодня особо отметить бойцов наших специальных подразделений, силы специальных операций, 8-й полк ССО. Благодарю вас, ребята, за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута. И мощное усиление нашей обороны именно на этом направлении, в Бахмуте. Благодарю всех наших бойцов ССО, которые защищают Луганскую область. Отдельная благодарность нашим морским котикам, морскому центру специального назначения, за успешные действия на юге, за ощутимый минус у врага на Херсонском и Запорожском направлениях, за тот мощный ответ, который мы даем оккупанту на его удары по нашим селам и городам. Спасибо воинам Службе безопасности Украины, всем нашим защитникам и защитницам из подразделения Альфа, в частности, из групп Белые Волки и Кусто, из 13-го Управления военной контрразведки СБУ. Спасибо всем вам. Спасибо бойцам ГУРМО, каждому воину, каждому подразделению. Спасибо воинам нашего интернационального легиона, всем, кто испытывает потребность бороться за свободу так же, как ее, эту потребность, чувствуют украинцы. Говорил сегодня с премьер-министром Словакии, поблагодарил за новый и сильный пакет оборонной поддержки, в частности, за самолеты МИГи, которые будут работать ради безопасности и Украины, и всей Европы. Мы договорились продолжить наш диалог безопасности в Украине. И, кстати, уже работаем над наполнением последующих недель, времени, которое мы используем для укрепления Украины, для нового снабжения оружием наших воинов и для ускорения наказания, наказания России за эту войну. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину. Слава всем, кто помогает нам защищать наших людей. Слава Украине.